Приветствую вас, и по факту получается так, что вы сами себя догнали в ловушку. Сначала вы обманывали своего мужчину, обижали его, не уважали, не заботились о его чувствах, а теперь получается, что он, зная это, все равно продолжает быть с вами. И знаете, что странно, вот если он изначально говорил вам, что его не волнует то, что вы общаетесь с девочками, то, что вы с ними целуетесь и прочее, да потом выясняется, что оказывается это его беспокоит. Согласитесь, здесь наблюдаются противоречия. Осознанно или нет, но противоречия. Мужчина, по крайней мере, мужчина, уважающий себя, мужчина, отвечающий за свои слова, за поступки, он будет придерживаться того, что он говорит. «Ваш, по крайней мере, в этом, этого не сделал». Теперь вам нужно что-то доказывать ему, чтобы он вам верил. «В условиях, когда вы живете вместе, это слабо, представляешь, а уж в условиях, когда вы живете в разных городах, то тем более, потому что доверие нельзя завоевать. Человеку нужно что-то хотеть вам верить, а он не хочет. И считает, видимо, что вы должны ему что-то доказывать. Проблема в том, что, как бы вы ни старались доказать, что бы вы не делали, человек, который не хочет верить, он не поверит, никогда. Вам не нужно никому ничего доказывать. Вам не нужно пытаться показать, что вы изменились. По крайней мере, делать это наглядно, делать это показучно, скажем так. Ведь все тайно становится явным. И если сейчас вы не делаете ничего дурного, то мужчина в последствии узнает, что вы действительно ничего дурного не делали. Все, что вам нужно, это последовательно, спокойно, таленаправленно следовать тем идеалам, которые вы выбрали для себя. Без фанатизма. Без предвзятости излишней. Дурный, но стремиться к этому. Параллельно, говоря мужчине, мужчине не осознавшие слова, параллельно показывая ему как сильно вы его любите. И смотря на его реакцию, если он постоянно говорит не верю, не верю, не верю, не верю, не верю, то вы Но можете ответить им вот так. Дорогой, да, раньше я давал тебе поводы, но сейчас все хорошо. Ты не найдешь ни одного изъяна в моем поведении на данный момент. И если ты мне не веришь, это значит чувства у тебя ушли. Вне зависимости, виноват ли в этом я или мы оба, чувства ушли. Отношения наши продолжаться не могут быть, давай сделаем перерыв. Еще раз повторю, любовь невозможна без доверия. Если нет доверия, нет любви, нет чувства. Поэтому мужчина вероятно с вами либо действительно не осознавает, что он вам не верит, либо потому что чувств уже нет. Но вам нужно поступать именно таким образом. Потому что в противном случае вы потратите всю свою жизнь или значительную часть на доказывание. А это бесполезно, если человек изначально не хочет вам верить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Благодарим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok